Музыка Вы смотрите новости в студии Яна Таран. Здравствуйте! Президент Беларуси сегодня примет участие в заседании Высшего Госсовета Союзного Государства в Москве. Предполагается, что речь пойдет о важнейших вопросах, стоящих сегодня перед интеграционным объединением. В развитии белорусско-российских отношений Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят приличные встречи, которые состоятся перед началом заседания. Ну а накануне Александр Лукашенко провел встречу с руководителями крупнейших российских СМИ. Она состоялась в одном из старейших информагентств ТАСС. После небольшой экскурсии по медиахолдингу глава государства принял участие в заседании клуба главных редакторов. Беседа прошла в очень теплой атмосфере и продолжалась около трех часов. Со многими, кто пришел на эту встречу, Александр Лукашенко знаком лично. В частности, Михаилу Гусману белорусский лидер уже несколько раз давал интервью. Участники дискуссии успели обсудить самый широкий круг вопросов. У главы государства интересовались мнением о самых актуальных событиях международной повестки дня и оценкой происходящих в регионе событий. Прозвучали вопросы о сотрудничестве с Китаем и отношениях с Западом. Но главной темой встречи стали белорусско-российские отношения. Президент подробно рассказал, как сейчас развиваются двусторонние связи между странами в общественно-политической и торгово-экономической сферах. А также раскрыл свои ожидания от предстоящего заседания Высшего государственного совета. Сегодня главы государств Белоруссии и России посетят четвертый форум регионов, который в этом году посвящен интеграционному развитию в сфере высоких технологий и инноваций. Крупнейшая переговорная площадка начала работу накануне в Москве и собрала рекордное число участников. В этом году форум посвящен инновациям, науке, новым технологиям. Это очень важно сегодня, потому что именно на научной основе можно строить свое экономическое благополучие на перспективу. Поэтому сегодня есть такая возможность еще раз убедиться о том, что и Российская Федерация, и Республика Беларусь имеют очень много своих собственных национальных разработок в области новейших технологий. Это уже четвертый форум по счету. По традиции, эта площадка становится местом для проведения успешных переговоров, привлечения инвестиций и заключения выгодных сделок. Нынешний пакет контрактов оценивают в 400 миллионов долларов. 95 населенных пунктов, по информации, на 6 утра остаются обесточенными из-за непогоды. Грозовой фронт прошел по всей стране, оставив за собой серьезные последствия. Порывы ветра, а скорость достигала 24 метров в секунду, сносили крыши домов и валили деревья. В двух районах Брестской области деревья упали на железнодорожные пути, повредив линии электропередачи. В результате были задержаны 7 пассажирских поездов. Сразу два райцентра, Слоним и Дятлова, этой ночью оставались без электричества. Больницы в этих городах были переведены на резервные источники питания. В целом 814 населенных пунктов страны периодически оставались без света. Почти в сотни до сих пор ведутся восстановительные работы. В экстренном порядке были организованы дополнительные ремонты советской бригады, для того, чтобы в максимально короткие сроки восстановить восстановление. В настоящее время ведутся ремонтовоснодительные работы по восстановлению оборудования, пострадавшим в результате стихийных явлений. Сегодня днем на большей части территории страны ожидаются грозы. На востоке, в отдельных районах, град и сильные ливни. Объявлен оранжевый уровень опасности. Все оперативные службы находятся в режиме повышенной готовности. Премьер-министром Сербии впервые стала женщина Анна Брнабич. Ее кандидатуру выдвинул президент страны Александр Вучич. За проголосовали большинство депутатов Скупщины. Брнабич 41 год, высшее образование она получила в США. В Сербии работала в программе по аграрному развитию под эгидой ЕС, в агентстве по международному развитию. Занимала пост министра государственного и локального самоуправления. В новом Кабмине 18 министерств. Греция вернется на международные рынки кредитования и полностью выйдет из программы помощи. Такое громкое заявление сделал премьер-министр страны Алексис Цыпрос. Госдолг Греции – 320 миллиардов евро. С 2010 года страна вынуждена пользоваться программами внешней финансовой помощи. Взамен международные кредиторы требуют проведения реформ и согласования с ними все экономические политики Греции. В США разрешили въезд женихам и невестам из стран черного списка, а также тем, у кого в Штатах есть родители, дети, братья или сестры. Иммиграционный указ президента Дональда Трампа закрыл дверь США на 90 дней к гражданам Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Ирака, в отличие от предыдущего, также отмененного судом указа в списке стран нет. Также документ Трампа приостанавливают на 120 дней программу приема беженцев. Действие указа начинается сегодня, 30 июня. Военный грузовик сорвался в ущелье в Румынии. По предварительным данным, погибли до трех человек, 10 пострадали. Инцидент произошел около города Дамба-Вишуара в труднодоступной гористой местности. На борту было 13 военных. На месте ДТП работают спасатели. Чилийские медики смотрели футбол во время сложной хирургической операции. Матч между местной командой и португальской на Кубке конфедерации то и дело отвлекал врачей от пациента. В отношении бригады медиков начали проверку. Руководство больницы заявило, что категорически осуждает подобное поведение и сам факт включенного телевизора в операционной. Таисия Саховская, Телекомпания СТВ. Агрогородок Буцлов готовится принять около 20 тысяч верующих со всего мира, которые приедут, чтобы поклониться чудесной иконе Божией Матери Буцловской в знаменитом костеле Бернардинцев. Это одна из самых почитаемых католических святынь Беларуси. Буцловская икона прославилась многочисленными чудесами. Историки приводят тот факт, что во время Великой Отечественной войны через Буцлов трижды проходила линия фронта, но ни одна бомба не упала на храм. Чудом сохранились и костел, и знаменитая икона. Сегодня в местном храме начнутся богослужения. Вблизи будет разбит палаточный городок и организована специальная программа. Продолжение следует...